всем здравствуйте рада приветствовать вас на очередном нашем с вами раскладе который я называла танго с дождем в одном из комментариев прекрасный человек по имени русла как-то сказал о том что в момент просмотра расклада у них пошел дождь а я очень люблю дождь вот я это ответила ему и он прислал мне текст песни цоя по-моему она так и называется дождь если я не ошибаюсь и это придало мне идею сделать сегодняшний расклад для вас то есть я взяла из этой песни вопросы и на них мы сегодня сделаем расклад на одну позицию поэтому для тех кто не любит одну позицию сразу скажу что сегодня расклад будет не для вас можете закрывать его для тех кому в принципе все равно по причине того что важная информация это то о чем я говорю всегда на своем канале нужно ставить какие-то я я в я не люблю рамки я не люблю рамки я не люблю всевозможные ограничения и все время вот эти вот шаблоны стараюсь рушить и я была такая с детства и поэтому вот это вот моя природа бунтарства рушить идти против правил идти против всего что нас ограничивает хотя в принципе будучи воплощенными в теле мы уже имеем некое ограничение но любом случае на своем канале я всегда говорю не не привязывайтесь к тому что вы слышите на от других тарологов у каждого человека свое видение свое восприятие мое восприятие таро и вообще том о чем я транслирую на своем канале это учиться быть собой учиться слушать себя и слышать себя потому что ну быть похожим на кого-то другого нас и так все время учит а быть похожим на себя этого мы не знаем и вот почему я говорю что неважно выбор на одну позицию неважно какой камешек красный зеленый какая позиция одна много не в этом суть а суть в том что вы услышите а услышите вы абсолютно то что вам необходимо то что ваш ум на данный момент притянет отфильтрует этом все будет основываться на вашем опыте и на том воспитании на тех слонах на которых держится ваше мировосприятие она держится на убеждениях и на тех ценностях которые вы переняли от своих от своего окружения от своих родителей не если вы учитесь работать с собой и замечать эти сценарии которые вас не удовлетворяет менять рушит что-то делать с собой то безусловно это так или иначе приведет каким-то изменением а любые изменения они есть развития а если мы останавливаемся на том на тех автоматизма в которых и так у нас жизни предостаточно и так мы существуем как роботы до автоматизированные то тогда мы будем делать то как нам велят другие то есть выбирайте сосредотачиваетесь там ощущаете и интуитивно выбирайте позиции я против этого почему потому что в моем понятии это чисто моя субъективная точка зрения это все не работает почему потому что то что вам необходимо вы и так притянете и это эту информацию можете услышать отовсюду это может быть одна позиция это может быть выбранная одна позиция из нескольких у вас не имеет разницы что вы выберете главное на чем вы сфокусируетесь и какой вывод вы возьмете для себя раньше более ранних раскладах я я говорил об этом я всегда рекомендовал и говорил о том как нужно работать с моими раскладами но в любом случае если человек не готов услышать ту информацию которую я передаю он все равно будет делать по-своему и это стало той причины когда я перестала об этом говорить и я поняла что моя задача быть просто проводником передавать вам информацию и и все равно как бы я не говорила чтобы я не делала все равно услышите то что вы хотите услышать либо то что вам необходимо услышать вот и поэтому хотите смотрите на одну позицию хотите не смотрите почему я выбрала одну позицию в этом раскладе потому что в нем будет 8 вопросов а я уже говорила неоднократно когда в раскладе много вопросов я хочу погружаться в эти состояния мне важно для того чтобы передать вам необходимые состояния я не передаю ситуации какие-то бытовые это не про таро таро это мир идей мир идей это не материальный мир он основывается на на сути каких-то вещей то есть в мире идей нету конкретики в мире идей не материальном мире есть абстракции есть состояние конкретика существует только в нашем материальном мире поэтому моя задача передавать вам состояние как вы будете воспринимать и во что вы их дальнейшем будете трансформировать через собственные интерпретации субъективны это уже ваша задача и так танго с дождем некоторые вопросы я немножко изменила одно два слова но мне кажется они глубокие именно поэтому это это состояние вот каждом вопросе есть состояние я ощущаю я взяла две колоды одна колода это таро небо и земля а другая колода это идти не знаю буду я и пользоваться или нет но приготовила на всякий случай если вдруг потянется рука дату я возьму ее итак первый вопрос если хотите действительно поработать над собой я вам предлагаю взять ручку и бумажку и это важно и поработать следующим образом все что вы будете слышать то что вас зацепит то на что вы обратите внимание это может быть какое-то мое слово это может быть какая-то фраза которая запустит вас какие-то воспоминания какие-то ощущения это может быть что угодно что вызовет вас какую-то реакцию в теле может где-то покалывание может быть где-то холодок может быть какое-то отвращение непринятие либо наоборот приятие расслабление мягкость записывайте все это то есть пишите фразу либо пишите какое-то слово которое вас запустило это ощущение то есть изначально записываете фразу ставите на стол для этого вот все прекрасно работает ставите на стоп записывайте фразу либо слова и записывайте свою реакцию свою реакцию свое ощущение либо свои какие-то воспоминания и в дальнейшем когда расклад будет завершён вам понадобится время сесть и немножко проанализировать почему это слово вызвало эти состояния то есть это слово явилась либо эта фраза явилась для вас каким-то триггером триггером того состояния которое прям вот либо необходимо проработать либо она очень важно и значимо для вас и вот эти вот ощущения ваши они вас приведут к воспоминаниям то есть они переведут к тому первоисточнику когда зародилась за либо то проблема до либо ситуация и если мое слово триггер а включила вас этого вспоминания это состояние до тот момент когда что-то очень важное значимо произошло значит это требует осознанности для вас то есть вам это нужно осознать как это осознать это вот отдельный момент кому интересно приходите на личные консультации на консультациях я краски и работают таким образом что больше делаю акцент на беседу потому что это психо на лиге аналитический анализ таро то есть я больше беседую я больше поясняю я больше разговариваю с людьми и в меньшей степени использую таро почему потому что мне и без этого при взаимодействии с человеком с вопросами я и так вижу его сценария на что нужно указать таро просто так помогает мне как инструмент я не классический таро лак я не делаю расклад и исходя из расклада передаю информацию нет я и даю человеку намного больше при условии того что он готов с этим работать но это как будто бы если вы пошли психологу либо психотерапевту а он параллельно в своем своей консультации делают для вас расклад таро вот что-то такое у меня как таким образом проходит личная консультация а мы с вами приступим это первый вопрос о чем спросит себя дождь представьте можете представить у кого хорошо работает воображение представьте что идет дождь и вы беседуете с ним и я вам говорю о чем вас просят о чем вас просит дождь первая карта диявова выпадает о чем вас просит дождь знаете дождь вас может спросить о разным он может спросить вам вас о вашем существовании а в нашем мире а ваше восприятие материального мира о том что значимый для вас он может также спросить о вашей природе о ваших порывах о ваших инстинктах, о том, что вы по-настоящему хотите, где-то в какой-то степени подавляете. Может спросить вас о каких-то болезненных моментах внутри вас, но в любом случае все, о чем бы он вас ни спросил, оно имеет одну какую-то определенную цель вашего развития. Аркан дьявола, свои наивысшие ипостаси, он дает осознанность. То есть это, наверное, один, так на скидку, как я могу вспомнить, единственный в моем понимании аркан, который дает осознанность. То есть его наивысшее ипостаси, это как раз-таки привести человеку к осознанности, привести человеку к тому, когда он возвышается над своей животной природой, над своими инстинктами и идет как раз-таки в разумность, в осознанность. Он может спросить вас о том, как вы адаптируетесь, как вы общаетесь с людьми, как вы заводите связи, контакты, как вы радуете себя, балуете, насколько вы знакомы со своей теневой природой, насколько вы принимаете свои пороки. Он может спросить о многом, мы уточним. Здесь идет как раз-таки речь о построении чего-то нового. Он может спросить о том, как вы выстраиваете, как вы строите свои, например, взаимоотношения с людьми, как вы выстраиваете связи, как вы их заводите, как вы материализуете, либо воплощаете в мир свои какие-то задумки. Насколько при взаимоотношении с другими людьми вы умеете находить общий язык, адаптироваться, приспосабливаться, где вы в коммуникации с другими людьми можете проявлять себя как негативный аспект, умничать, возможно, проявлять свое эго, а где наоборот вы открываете свою душу и доверяетесь для того, чтобы выстроить то, что вы хотите. Насколько легко и просто вы идете в новое, насколько легко и просто вы что-то создаете, и при этом где, в каких моментах вы можете обманывать себя, либо обманывать других людей. Насколько вам свойственна ложь, насколько вы берете ответственность. О чем спросит тебя дождь? Давайте вот все-таки взяла эту карту, эту колоду. О чем спросит тебя дождь, перевернутый. О единении. Насколько вы готовы? Насколько вы готовы быть в единстве с самим собой? Насколько вы умеете не разделять себя на разные какие-то роли, ответственности, маски, которые вы одеваете? А наоборот, насколько вы везде можете быть настоящим, можете быть сами собой? Насколько вы понимаете и осознаете, кто вы есть на самом деле? Он может также спросить вас, насколько вы гармоничны в своем питании. В питании здесь не обязательно, в прямом смысле, а чем вы себя кормите. Он может спросить, причем здесь питание может быть не только естественное, а сколько это может быть духовное питание в контексте развития, насколько вы над собой работаете, какой информацией вы себя напитываете. Он может спросить у вас и об этом. Хорошо. Идем дальше. Кого дочь будет винить? Кого ваш дочь будет винить? Будет винить старое. Будет винить то, за что вы долгое время держитесь. И здесь контекст идет каких-то ваших взглядов на мир. Когда вы держитесь на каких-то былых успехах, то, что у вас хорошо получалось, то, что вы знали, то, что вас наполняло. И сейчас этого нет. И вы как будто бы остались там, в прошлом, на пике этих побед. И все никак их не можете отпустить. Он будет винить вас в вашей стабильности, в вашем постоянстве, потому что именно это не дает вам дальнейшего развития. Именно это не дает вам в дальнейшем ощутить какую-то вот свою радость, какое-то свое удовольствие. Почему? Потому что вы не двигаетесь. То есть вы не идете к этому радостному моменту. Вы не идете к чему-то новому. Вы держите то, что когда-то имело для вас ценность и значимость, и остаетесь при этом. Возможно, это какие-то ваши убеждения, какие-то ваши взгляды на мир. Или, да, возможно, это что-то, что когда-то работало, а сейчас уже нет, но вам жалко отказаться. Почему? Потому что это понятно, это известно, это знакомо, с этим как-то можно работать. А в новом как? Кого он будет винить? Кого будет винить ваш дождь? Будет винить ваши эмоции. Будет винить ваши, возможно, кто-то, кто чувствует некое одиночество. Возможно, будет винить людей, которые привели вас к этому одиночеству. Возможно, будет винить других людей за то, что они вас не понимают, за то, что вас каким-то образом не признали. Будет винить, знаете, здесь, скорее всего, не какого-то конкретного одного человека, а я бы сказала, больше как-то обстоятельства, какие-то ситуации, когда вам не дали... Вот есть ощущение того, что вам не дали развиться, то есть как будто бы не было какого-то шанса, который помог бы вам раскрыться по полной, показать. Знаете, это может быть, например, если мы говорим в контексте отношений, я не встретил такого человека, с которым я мог бы раскрыться, показать, насколько я могу любить, насколько я наполненный. Здесь ощущение того, что вот я не раскрылся, я не показал полностью, на что я способен, да, вот свои какие-то возможности. Здесь будет вина за то, что вот ощущение, я не смог выплескнуть вот эту вот любовь, которая наполнил, наполнил сам. То есть нету предмета, нету объекта, на кого я смог бы излить вот эти вот свои эмоции. Ощущение того, что их очень много внутри вас, и вы хотели бы поделиться с кем-то. Возможно, для кого-то это будет вина, что я не нашел соратника, с кем я мог бы разделить свои идеи, какие-то проекты и достичь чего-то. Здесь ощущение некого такого несовершенства, непризнанного гения, да. И когда я хотел что-то сделать, и у меня это не получилось, шанс не подвернулся, да. Не смог, не то время родился, не в той семье, не в той атмосфере. Вот ощущение как-то, как будто бы я не подхожу, да. Нету... Не подхожу я какой-то вот ко времени, что ли, к месту. Нету, знаете, синхронии, хочется сказать, да. Когда вот и внутренние, и внешние, они настолько совпадают, что они им дают какие-то предпосылки для реализации чего-то. А здесь вот это вот синхрония внутри вас и снаружи вас, она как-то не происходила. И вот это вот вы будете винить. То ли время упустили, то ли это время так и не пришло, то ли что-то, в общем, что-то есть, что некое такое неудовлетворение, где вы, ну вот, не смогли, не смогли раскрыться, не смогли поделиться, не смогли дать, отдать. Здесь про отдачу, здесь не про принятие, здесь про отдачу какой-то любви, наполненности, эмоциональности, счастья, вдохновения. Вот здесь было желание отдать, а отдать-то некому. Вот за это вы, он будет винить. Так, давайте еще на этой колоде посмотрим. Кого будет винить дождь? Знаете, абсолютное завершение, так и называется карта. У меня такое чувство, что у вас есть такое, иногда проскальзывает такое ощущение, что вот как будто бы мир, он настолько идеален, и в нем вот все хорошо, что я как будто бы лишний. Это, знаете, это когда ты смотришь на картину, вот и на ней все настолько идеально, что ты понимаешь, что ничего нельзя добавить этой картине и не отнять. То есть не придумаешь ни какой-то дополнительный оттенок, ни какие-то краски, вот все уместно, вот все так, как есть, вот оно так и должно быть. И вот это вот ваше ощущение того, что а что я могу привнести сюда, когда все идеально. Вот как проскальзывают какие-то такие нотки, а что я могу дать, знаете, вот иногда бывает, а что я могу дать этим людям, когда им это не надо. Им и так хорошо, они живут своей жизнью, у них есть какие-то свои интересы, причем интересы бытовые. А зачем им вот этого духовность, вот этого, знаете, некое такое отчаяние, что ли, что я могу дать тебе, кроме, например, моих знаний, и то они тебе не нужны. То есть я не могу тебе ничего дать, ни финансово, ни какие-то связи, я могу тебе дать только идеи, я могу дать тебе вдохновение, а тебе это не нужно, потому что ты живешь в своем мире идеальном, и это не нужно. Вот какие-то такие ноты огорчения проходят, и что жизнь прошла, и вы наполнены столькими знаниями, столькими эмоциями, и отдать некому, невостребованность, это никому не нужно. Кого он будет винить? Знаете, скорее всего, других людей, либо высшие силы, это, возможно, за чрезмерную какую-то заботу. Либо вы будете винить себя за чрезмерную заботу, что вы чрезмерно заботливый человек по отношению к другим людям, что вы слишком много даете, и, знаете, с одной стороны, получается, часть вас дают и не берут, а с другой стороны, вы вот вы как будто бы запутливые, но на уровне именно знаний, не материальный план. Здесь не про действия, а здесь про состояние. Знаете, вот окутать какой-то вот любовью, вниманием, вот за это. Знаете, может быть, в кого-то вкладывались очень много, и человек это не понял. Почему? Потому что вас было слишком много. Вы это делали, конечно же, от чистого сердца. Это ваша природа дающая, а вы кубок наполненный, и поэтому то, что для вас чуть-чуть, для другого это слишком много. То есть, вам кажется, что вы просто согрели, как солнышко, а человек сгорает от этого, он получает ожоги, то есть, настолько в вас много, либо то, что вы даете. Вот эта вот чрезмерная забота, она лишняя. Где-то кого-то вы избаловали чрезмерно, своей любовью, своим вниманием. Это могут быть друзья, это могут быть коллеги, это может быть любимый человек, но в любом случае, ваше восприятие, оценка этой ситуации, что вы не привели добро, вы не дали добро другому человеку, ваша вот эта вот чрезмерность, потому что вы дающий человек, вы щедрый человек. И вот это вот как раз таки, с одной стороны, я же говорю, это вот приводит к какому-то огорчению, что это вот не нужно, это скорее всего как следствие того, что вот вы давали-давали, а вас не оценили. И здесь не про то, что здесь не про эгоизм, не то, что вам нужно это подтверждение, а потому что вам просто нужен человек, либо люди, либо коллектив, общества, не знаю, большое количество людей, где вы можете отдавать, потому что если вы не отдаете, вы сами себя разрушаете от этого. Вот здесь вот это вот ощущение, знаете, какого-то огорчения, грусти, здесь не скорбь, а здесь грусть от этого происходит. О чем вас будет просить дождь? Башня. Что-то разрушить нужно. Вам нужно очиститься. Он будет просить вас очиститься, очистить свою душу, очистить свое тело. Для чего? Для того, чтобы пойти абсолютно в новое, пойти к новым идеям. Знаете, вот вам нужно убрать лишнее. Аркан звезды, выпала башня и звезда. Аркан звезды, он говорит о, знаете, вот о какой-то чистоте, о душевном состоянии, когда ты хочешь уже, знаете, человек впервые, возможно, вторично в аркане суда, первично в аркане звезды. Мы думаем о состоянии нашего, нашей души, о том, чтобы реализовать как можно больше задумок, идеи, для чего мы пришли в этот мир. То есть здесь по аркану звезды человек стремится к какому-то идеалу, к чему-то такому возвышенному, прекрасному, красивому. Здесь про состояние души. Sorry. Здесь про состояние души. И здесь вам говорится о том, что по башне вы должны разрушить, знаете, желательно полностью себя, того, кем вы были ранее, своих каких-то взглядов. Здесь чувство, что вы должны как-то повзрослеть на духовном уровне. Ваши взгляды на мир должны измениться. Вы проходите такой этап очищения, когда вот уже, знаете, вот все материальное, такое вот бытовое, вы уже выполнили. И ваша задача сейчас идти к чему-то такому возвышенному, то, что будет наполнять вашу душу, то, что вам будет наполнять ваше состояние. Здесь уже не про людей, как вам с ними взаимодействовать, а здесь больше заботиться вот о той заботе, о которой мы говорили, не по отношению к другим людям, а по отношению к себе, к своей душе. Такое ощущение, что наступает день, когда вы будете нести отчет, ответ за то, что вы сделали для себя, не для другого человека, а то, что вы сделали для себя, для своей души, насколько вы узнали ее, насколько вы ее полюбили, насколько вы смогли реализовать ее задумки, насколько вы шли за руку под этим дождем вместе с ней. Если в прямом смысле читать эти арканы, то здесь нужно очиститься от грязи, от всего лишнего и энергетической грязи в данном случае. То есть то, что вас разрушает, то, что вам уже чуждо, то, что не помогает. Здесь нужно сбросить вот эти вот все ваши ограничения, оковы, обязанности, все, что вас сдерживает. Здесь нужна легкость, здесь нужна чистота, здесь нужна красота, парение, здесь другие состояния необходимы, и об этом вас будет просить дождь. О чем вас просит дождь? Категорическое требование перемен. Он просит вас разрушить все требования, которые высказываются в такой категоричной форме. То есть в принципе категоричность это проявление эгоизма, то есть отсутствие гибкости, отсутствие гармонии принятия, единения. Здесь как раз таки требование, продавливание. Он просит вас убирать именно вот эти рамки, где вы взаимодействуете с миром через желание получить, через указания, через какую-то вот свою надменность проявления нашего дьявола, проявления гордыни. Вот это вот нужно будет вам убрать, от этого нужно будет лишиться. И он просит вас, чтобы вы начали жить, потому что здесь карта, которая называется «Жизнь бьет ключом». Праздник, радость. То есть вам нужно, он просит вас о том, чтобы вы радовали жизнью, чтобы вы радовались моментом, чтобы вы поставили себе цель быть счастливым, либо счастливой, и шли именно к этому моменту, к счастью, к собственному, то, что делает вас счастливым в первую очередь. Чего будет ждать от вас дождь? Что будет ждать от вас дождь? Реализации ваших желаний. По аркану мага он говорит о том, что он будет ждать от вас ответственности, тогда, когда вы знаете, вот взрослость опять-таки предполагает то, что вы делаете то, что вы хотите. А для того, чтобы сделать то, что и создавать свою жизнь такой, какой вы хотите, вам нужно первоначально понять собственное желание. Что вы хотите и куда вы идете? Именно вы. Не шаблоны, которые должны быть разрушены, и рамки, а именно вы, к чему-то вы идете. В какой-то мечте вы стремитесь. Что вы сделали для этого? Он будет ждать того, что вы постепенно будете осознавать свои собственные желания, свои собственные потребности. Будете брать за них ответственность. Брать ответственность, это значит высказывать свое намерение, того, что я хочу, и принимать последствия своего намерения, то, что я хочу, как я хочу это получить. То есть я готов, я открыт, и пускай это ко мне придет, и придет в той форме, в наилучшей для меня. Не то, как я считаю, что будет лучше для меня. А здесь вот какое-то, знаете, волшебство должно происходить. Волшебство в контексте того, что я озвучиваю то, что я хочу, а идеальная форма того, что я хочу, идеальный вариант. Мне будет предлагать мир, мне будет предлагать вселенная, а я буду это принимать. Я не ограничиваю, я не говорю конкретно, что вот я хочу такие параметры, я их не закладываю, я не закладываю критерии. Я основываюсь на том, что мои намерения, которые я высказываю, они касаются состояния, которые я хочу получить. Что я хочу быть счастлива. с кем, как, почему, что, мир мне даст самое наилучшее. Здесь немножко нужно изменить сознание. В контексте выражения своего намерения, чего он будет ждать? Наполнение. Десять кубков. Начали с туза кубков, пришли к десятке кубков. Он будет ждать, что вы наконец-таки наполнитесь эмоционально, что вы научитесь радоваться, что вы научитесь получать счастье, проживать каждый момент. И знаете, вот больше удовольствия, хочется сказать, больше удовольствия, больше каких-то маленьких-маленьких деталей, как выражение, дьявол познается в мелочах. Так вы наполните эти мелочи теми эмоциями, которые вам будут необходимы. Так. Чего он будет ждать? Что вы избавитесь от страха смерти, что вы избавитесь от страха завершения. Вы очень боитесь что-то завершать, что-то оставлять. И он хотел бы, чтобы вы от этого избавились, чтобы вы научились, знаете, смотреть на смерть немножко иначе. Смерть как завершение, как конец чего-то. Делать акцент не на то, что завершилось, а на то, что будет потом. То есть не на ту дверь, которую вы закрываете, а та дверь, которая открывается. То есть быть больше в предвкушении, быть больше в позитиве, в созидании, нежели... То есть здесь нужно повернуть голову в другую сторону, как-то сфокусироваться на других вещах. Да, прогресс. Выпала карта прогресса, выпала карта развития. Чего он будет ждать? Что вот после этого, как раз, когда вы измените отношения и будете делать акцент на открывающиеся двери, а не закрывающиеся, вы придете прогрессу. Вы будете акцент делать на то, что вас развивает, а не то, что вас разрушает. Хорошо. Идем дальше. Перед кем... И перед кем вы в долгу? Перед кем вы в долгу? Пятерка пендаклей выпадает. Карта кризиса. Перед кем вы в долгу? Перед собой. Да, это карта нищеты, показывающая и говорящая о том, что вы проходите кризис. Кризис понимания, что есть материя. Кризис каких-то ваших ценностей. Вы в долгу перед самим собой. Перед тем, что вы заслужили, а вы это не получаете, потому что вы сами себя ограничиваете. У нас была четверка пендаклей, она перерастает в пятерку пендаклей. Да, вы в долгу только перед собой. Перед тем, чтобы изменить свое мышление в сторону разрешения себе нечто большего. Пятерка – это духовная нищета. Это кризис. Причем здесь нищета не в контексте материи. Денег у вас может быть достаточно для того, чтобы жить, для того, чтобы получать то, что вы хотите. Но нет вот этой вот духовности, нету, есть внутренняя какая-то пустота, черная дыра, которая вас разъедает. И вот вы в долгу перед самим собой, чтобы не кормить вот эту вот черную дыру. Уйти, да, восьмерка кубков. Уметь вовремя уходить то, что для вас ценно. То, что вы очень любите, вы включаетесь в это, вы привязываетесь к этому, и вы остаетесь там. И вот это вот и является вашей духовной нищетой. То есть вы в конечном итоге приходите к тому, что вы ненавидите то, что вы любили. То, во что вы вкладывались, то, что вы ценили, из-за того, что вовремя не ушли, из-за того, что вовремя не поставили точку. Вы не умеете первым уходить, вы не умеете ставить точку, а когда вы уже чувствуете, что что-то из вас высасывает энергию. И вы отдаете право как раз-таки помогу ответственности другому человеку решать за вас. Вы ждете принятия решения другого человека за вашу собственную жизнь. То есть вы даете право ему выбора то, что касается вашей жизни. И это разрушает вас. И это создает вам какие-то долги и привязанности. Научитесь оставлять во имя прогресса и дальнейшего движения то, что для вас ценно. Вовремя. Я не говорю, все, что вы любите, надо оставлять. Нет. А вы чувствуете ту грань, что то, что когда-то я ценила, ценила, любила, любила, оно уже начинает спадать на нет. И вот когда вы славливаете этот момент, а вы славливаете, нужно уходить. Уходить на пике, уходить на пике славы. И идти в нечто новое. Не вниз, а идти в нечто новое. Уходить на пике любви, но не от человека даже уходить, а уметь вовремя переходить на другой уровень, уметь двигаться дальше. Так, перед кем вы в долгу? Союзниками. Здесь союз, карта союза. Перед кем вы в долгу? А вы в долгу перед другими людьми. Почему? Потому что здесь хочется прямо сказать, мы ответственны за тех, кому мы приручили. Вы дали очень многое другим людям. Это может быть и ваш партнер. И в конечном итоге вы мало получаете. И вот здесь, знаете, ощущение того, что я осознала, что этот человек, он просто другой, он мне не подходит. И я хочу уйти, но я уже не могу. Почему? Потому что я ответственен за него. Я приучил его, приручил, приучил к себе. Я поставил его в зависимое положение по отношению к себе. И ваше чувство совести и долга не позволяет вам оставить сейчас этого человека и либо какую-то ситуацию. И очень здесь болезненно. С одной стороны, тот, та ситуация, либо тот человек, которого вы приучили, либо приручили, а с другой стороны, вы. И очень болезненный выбор, кого выбрать. Перед кем вы в долгу? Перед самим собой. Выбала карта разрешения. Перед самим собой. Что вы разрешаете? Насколько вы разрешаете, чтобы то новое в вашей жизни случилось, того, что вы хотите? Даже если вы находитесь в той ситуации, которую я описала ранее, насколько вы разрешаете себе, чтобы эта ситуация завершилась, чтобы эта ситуация разрешилась, чтобы появилась возможность как-то изменить ее, трансформировать. вообще разрешение. Мало себе разрешаете. Много даете, мало получаете. Мало получаете не потому, что вам не дают, а потому что вы внутри, вам кажется, что вы как будто бы не то, что недостойны, а вы не умеете принимать, вы умеете отдавать, вы очень щедры на то, чтобы отдать, но не позволяете внимания другим людям быть такими же щедрыми по отношению к вам. Человек, который не умеет принимать комплименты, не умеет принимать какие-то вещи, он по сути является эгоистом в контексте того, что он не позволяет другим людям быть щедрым по отношению к себе. То есть дать другим людям такую же радость, какую вы получаете, когда вы дарите что-то другому. Время, ресурсы, подарки, неважно что, знания. Вы от этого наполняетесь, вам это нравится. Так дайте возможность другим людям поделиться с вами той же самой щедростью, получить такие же эмоции, как вы, когда вы что-то даете. Вот посмотрите на эту ситуацию с этой стороны. Не с точки зрения, что мне некомфортно, когда меня хвалят, либо еще что-то, а с точки зрения того, что когда вы отказываетесь от комплимента, от чего-либо, вы в этот момент лишаете радости, эмоций другого человека. Хорошо. Куда ваша дорога свернет? В нечто новое. По шпиндакле. Ваша дорога свернет, знаете, в какую-то авантюрную ситуацию, наполненную позитивом, наполненную игрой, включится любопытство, включится желание. Вот ваша дорога свернет, помните, здесь в каком-то моменте я говорила о том, что вот жизнь бьет ключом, не хватает радости. Вот ваша дорога свернет туда, в какую-то огненность, какую-то искру, которая зажжет вас, это желание пойти. Да, вы будете неуверены сделать первый шаг, но вы захотите это сделать, вы захотите что-то попробовать новое, вы захотите как-то взаимодействовать с чем-то новым. Здесь как будто бы кто-то вас поманит пальчиком и позовет, и вы и свернет, знаете, за угол, и вы как любопытный человек пойдете, пойдете на этот зов, и вы не будете ожидать, что там будет за углом, но что-то такое знакомое, родное, давно забытое, оно всплывет внутри вас, куда дорога свернет, дорога свернет к себе. С одной стороны, вы была верховная жрица, с одной стороны, дорога свернет к познанию каких-то своих глубин, да, дорога свернет, как-то, знаете, вот от внешнего мира вы развернетесь вглубь себя, но не в одиночество и уединение, а вы как будто бы с любопытством откроете в себе какие-то новые грани, вы будете смотреть на себя как на какого-то другого человека, который попал в иной мир, и вот ему все любопытно, он хочет все потрогать, он хочет все узнать, он хочет везде побыть, посмотреть, и вот это вот дорога свернет к опознанию вот этих грани, те, которые были сокрыты, они были вам не познанные, они темные были, а сейчас как будто бы они постепенно будут высвечиваться, это как танец под семью вуалями, да, одна вуаль будет спадать и что-то будет медленно-медленно прорисовываться, пока не появится вторая, третья, не это вот, знаете, это будет какой-то завораживающий и очень искрящий такой путь, на который вы вошли, вы будете осторожны, очень осторожно, вы, вы не будете, здесь не то, что бояться, а как-то, знаете, аккуратно ступать, это когда вы приходите на побережье, где есть вода, и вы не знаете, эта вода холодная, теплая, какая, вот вы так аккуратненько, пальчики ног, опускаете воду, да, и примеряете, а какая же там температура, вот так вы будете входить, знаете, либо когда вы крадетесь на цыпочках, чтобы вы, держа обувь в руках, чтобы вас кто-то не услышал, вот так вы будете вступать на этот путь, путь познания себя, путь раскрытия себя, путь чего-то нового, кто-то может будет действительно что-то новое изучать, сакральное, это будет ценное, это будет непонятное, это могут быть не только даже знания, это могут быть, допустим, новые отношения, это будет новый проект, новая идея, что-то новое, но такое, знаете, манящее, оно манящее, и вы будете понимать, что какое-то, вы знаете, чувство урока, но урок не с плохой точки зрения, а какой-то новый опыт, абсолютно новый опыт, и вас будет туда манить, вы захотите, да, вы захотите пойти, куда дорога свернет, абсолютное спокойствие, да, прям вторят аркану Верховной Жрицы, абсолютное спокойствие не в тот момент, когда ничего не происходит, а как раз-таки дорога свернет к внутреннему удовлетворению и пониманию себя, что приведет к этому фоновому спокойствию, а приведет, когда вы не тревожитесь не потому, что нету трудностей и испытаний на вашем пути, а потому, что ваше отношение к этому изменится, вы будете решать, безусловно, задачи, но вы не будете расплескивать свои эмоции на какие-то переживания, волнения, вы обретете внутреннюю силу, это очень важно, позитивное мышление, куда свернет, прекрасная дорога у вас открывается, знаете, вам говорит дождь, о том, что позитивное мышление, то, что я говорила, да, про прогресс, про смерть, когда одна дверь закрывается, а другая открывается, про то, когда вы находите гармонию в питании, того, ту информацию, которую вы получаете, вы будете делать акцент больше на позитивное мышление, на то, что вас наполняет, да, безусловно, вы будете идти и прислушиваться к состоянию, позвестия к состоянию своей души, да, что она хочет, покрывать ее потребности, ставить себя на первое место, разрушать то, что уже вам не нужно, ваша задача по дьяволу, самый первый орган, прийти к осознанности, прийти к пониманию вещей, прийти к пониманию того, что вы будете видеть причину-следственную связь, да, а почему я сюда пришла, да, то есть вот это вот следствие, а что меня сюда привело, если мы говорим в контексте позитивного мышления, то акцент, вы будете отслеживать свои мысли, будете отслеживать свои состояния, и будете понимать, что вот эта вот мысль, она приведет как раз-таки к упадку, к настроению, к опустошению меня, и вы на тот момент, когда вы славливаете эту мысль, вы ее будете менять, я так не хочу, помогу, я хочу что-то иное, да, я хочу быть счастливым, и будете все время держать акцент на то, на чем вы хотите, вы будете сравнивать, сверивать, сверять свое состояние именно с теми состояниями, которые вы хотите в данном контексте наполненности, любви и счастья, то, что вы хотите отдавать, туз кубка, десятка кубков, да, будете идти, вот именно на зов, по звезде своей собственной души, то, куда она вас ведет. Прекрасно, в кого ваш дождь направит свое оружие, в кого ваш дождь направит оружие, в свое мастерство, в оттачивание своего мастерства, причем, знаете, погрузитесь в работу, которая будет приносить вам удовольствие, да, вы захотите стать, вот знаете, здесь вот прям желание, да, я хочу стать профессионалом, то есть, если вы даже не работаете, у вас нету предмета, вы, возможно, захотите получить какое-то хобби, дело, которое приносит вам удовольствие, в идеале, чтобы оно приносило вам и финансы, но здесь вы направите, если опять-таки с точки зрения развития, да, то вы, возможно, будете шлифовать какие-то свои качества, да, то есть, мы осознаем, понимаем свои теневые аспекты, мы над ними работаем, да, мы совершаем какие-то действия, мы осознаем, мы наблюдаем за собой, как мы общаемся с другими людьми, что мы говорим, как мы себя ведем, свое поведение, вот над этим мы работаем над своими гранями своего характера, либо здесь профессиональная сфера о том, как вы будете оттачивать свое мастерство, но, знаете, вот в деталях, здесь, когда мы алмаз, огранка, происходит огранка, да, и вот какая-то доля миллиметров не так, а будет алмаз огранен, он уже теряет ценность, то есть, здесь, знаете, вот какая-то детализация происходит, да, то есть, не то, чтобы вы там будете повышать свою квалификацию, здесь больше про глубину, вглубь вы идете, не вширь, не ввысь, а в глубину, знаете, вот какая-то детализация, например, если вы работаете с клиентами, вы будете обращать внимание больше на свой сервис, насколько человек уходит удовлетворенным, насколько он получает свой результат, и вы будете идти на опережение потребностей своих клиентов, вы будете давать больше, здесь даже не про больше, а предугадывать то, что хочет вам клиент, от вас клиент, вы будете ему это давать, и он будет вам благодарен, потому что в этом и будет ваша фишка, изюминка, вы будете по сравнению в конкуренции с другими людьми, они тоже могут поставлять хорошее качество, хорошие продукты, но ваши услуги, ваши продукты, они будут на опережение людей, они всегда будут отличаться какой-то своей деталью, если это упаковка, то упаковка, она будет вот с какой-то изюминкой, с какой-то картинкой, если это какие-то продукты, допустим, в коробочках, там, либо еще что-то, если вы продаете украшения, вы будете вкладывать какую-то там карточку с поздравлениями, с пожеланиями, вот что-то все равно вы будете делать по-особенному. На кого направит он свое ружье? Здесь выпадает король кубков, улыбаясь, почему? Потому что он действительно для кого-то важен акцент отношений, если для вас важны отношения, то на какого-то короля кубков, на человека, который будет наполнил любовью, который будет вас понимать, человек, который будет что-то делать для вас. Возможно, это отношения, если это не отношения, они для вас не актуальны, то здесь будет направлено на то, чтобы, знаете, как-то немножко поработать со своим прошлым в контексте эмоций. скорее всего, забрать, опять-таки, на что направляет ружье? Убить, давайте так скажем, убить то прошлое, которое высасывает из вас эмоции, высасывает из вас энергию. А еще бы сказала на умение управлять и понимать свои эмоции, потому что король кубков это мастер эмоционального плана, это мастер, который умеет управлять своими эмоциями, он их понимает, он осознает, он умеет вовремя уходить, кстати, из отношений, если они пришли уже к завершению. То есть здесь умение вовремя уходить от каких-то эмоций. И мы помним, что здесь было позитивное мышение и абсолютное спокойствие, то есть вы, скорее всего, научитесь не включаться эмоционально туда, куда уже не нужно управлять своим эмоциональным IQ, здесь как-то так, интеллектом. В кого направит он свое ружье? В сотрудничество. Здесь вот у меня и вначале выпадала тройка педагоги, карта, которая говорит о том, что вы как-то будете больше открыты к общению с людьми, да, то есть раньше вы были больше отшельником, уединялись, вам так было комфортнее, а сейчас вы как будто бы захотите больше общаться с людьми, больше как-то взаимодействовать. Вот ощущение какой-то сопричастности, да, на равных вы будете, вам будет приносить удовольствие то, что он не приносило раньше, то есть если раньше люди вам казались какими-то не такими, не знаю, угрюмыми, может быть, серыми, грустными, печальными, а может быть кто-то наоборот оказался вам такими эгоистами, ну, либо в плюс, либо в минус, мы всегда людей так оцениваем, либо в одну сторону, либо в другую, то сейчас вы как будто бы увидите новую грань, да, что с людьми можно взаимодействовать, с людьми можно выстраивать какие-то партнерские отношения, да, как-то можно договариваться, ну, здесь у вас какой-то интерес к людям появится, да, к сотрудничеству, вместе что-то делать, тем более, если это у вас отношения появятся за углом, то желание сотрудничать, вместе выстраивать отношения, не вы выстраиваете, а с вами вместе выстраивают отношения, и вы, и ваш партнер, и выпадает карта самодостаточности, да, на чем, на что нужно, на чем нужно сфокусировать свое оружие, на чем сфокусироваться, на самодостаточности, на полненности, да, помнить, что чем выше вы уровнем, чем больше вас света, чем больше вас света, тем больше вы этим светом притягиваете ту или иную реальность своего позитивного мышления, то есть первично Вы наполняетесь эмоциями, а у вас есть кубок, энергетически вы наполняетесь. И уже начинаете отслеживать свое мышление, больше фокусируетесь на том, что вы хотите, а не на том, от чего вы убегаете и не хотите. И вот поливая своей энергией позитивным мышлением в свою собственную реальность, вы становитесь самодостаточным человеком, потому что у вас много света, и вы этот свет изливаете на других. Но не с целью, как ранее, помочь, отдать, нет, а просто с целью взаимодействия. То есть куда вы направляете свой фокус внимания, сейчас, например, на профессиональную сферу. Вы изливаете на профессиональную сферу свой свет, но чтобы его излить, вы должны быть наполнены. Ваша энергия, она должна фонтанировать, и ей не должно ничего препятствовать. Хорошо, и последний вопрос. А про что нам будет петь? Про что будет нам петь? Дождь имеется в виду, да, подразумевается. Про что он будет нам петь? Про что он будет петь? Пашкубков, про что? Да, любви. Пашкубков – это тот, который молодой, юный человек, который познает мир через любовь. Он очень трепетный, он очень ранимый. Он боится, что его не поймут, его не воспримут, потому что он чрезмерно чувствительный. И он будет петь дождь, и вам будет, да, дождь нам будет петь о любви. О любви, о любви можно к себе? О любви, скорее всего, опознание мира через любовь. О желании видеть любовь в мире, о желании видеть во всем. То есть, опять-таки, позитивное мышление. На что вы настроены? Да, что вы хотите увидеть? Какой запрос вы даете миру? Если вы хотите видеть любовь, вы любовь и будете видеть. Звезда у нас, красота, идеал. Если вы захотите это увидеть, вы будете настраивать свой мозг на то, чтобы он во всем видел этот идеал. И вы это будете замечать. И тем самым вы создаете свою реальность и становитесь самодостаточным. То есть, что вы хотите? На что вы хотите фокусировать свою жизненную энергию? На что вы ее отдаете, да? Выбрасывать вот этот всплеск? На что вы фонтанируете своей жизнью? Вот это очень важный момент, на мой взгляд, да? Почему? Потому что иногда мы живем, опять-таки, на автомате, и мы не понимаем. А если посмотреть, что вот ваша жизнь – это фонтан, и каждая ваша струя, она что-то поливает. Что вы поливаете в своей жизни? Поливаете ли вы четверку педаклей, пятерку педаклей, да? Кризисы, нищету, то, что вы держитесь за старое, думая об этом, да? Фокусируясь на этом, то, что нужно разрушить, вы поливаете это. А вам нужно поливать нечто иное. Вам нужно поливать любовь, прогресс, вам нужно поливать единение, позитивное мышление, абсолютное спокойствие. Да, сотрудничество, самодостаточность. Вот что вы поливаете. О чем еще? О том, что пришло завершение по десятке жезлов, пришло время оставить весь свой груз прошлого, свою ответственность, то, на чем вы фокусировались, когда вы брали, знаете, чрезмерная ответственность, которую мы берем на себя по десятке жезлов. Какой смысл здесь десятки жезлов? Почему эта карта все-таки эгоизма? Потому что человек не рассчитывает свои силы. И почему ему тяжело? Потому что он всем наобещал. Он взял на себя больше, чем он может унести. А это проявление эгоизма. Когда мы не умеем распределять свои силы. Когда считаем себя, что я бог, я смогу. Все взять может только бог. А здесь у нас 10 жезлов. Больше 10 жезлов нет. То есть мы представляем себя, что я как бог, я смогу там и детей воспитать, и работать, и отношения выстраивать. И пятые, и десятые. Все, 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 я смогу. И в конечном итоге взваливаю на себя очень много всяких дел, обязанностей. И я их не тяну. Я понимаю, что я не рассчитал свои силы. В этом и есть проявление эгоизма. Но для чего мы это делаем? Потому что мы хотим быть хорошими. Потому что мы хотим кому-то нравиться. Через это мы кому-то угождаем. То есть, да, оставь, я отнесу кому-то что-то, да, либо я заплачу счета, либо я туда схожу. Почему мы это делаем? Почему вот это вот я, я, я это сделаю? Потому что я хочу, чтобы ты обратил на меня внимание, да. Потому что мы хотим нравиться кому-то. Потому что мы не знаем другого способа взаимодействия с другими людьми, как нас могут любить. Мы хотим, чтобы нас любили. Но как нас могут любить, если мы не любим сами себя? Если мы не знаем свою ценность, да, если мы позволяем с собой обращаться не совсем корректно. И вот эти вот вещи, они приводят к десятке жезлов, к завершению, да. То есть бросить все, взять один жезл и начать свой путь заново. Вот о чем здесь карта говорит, о чем поет песня. О том, что не бойтесь спускаться в тройку мечей. Не бойтесь проходить этот путь скорби. Опуститесь на дно, только так вы сможете оттолкнуться и подняться. То есть мы не убегаем от боли, а испытания, они даны для того, чтобы познать мистический опыт. Для того, чтобы проверить свои силы, понять, осознать, где в чем мы были неправы. Получить, завершить правильное завершение опыта. И оставить это все, идти дальше. А мы не доходим до тройки мечей. Мы быстро-быстро убегаем от этой боли. Мы боимся, мы не видим ценность ее для нашего развития, для нашего прогресса. Ценность заключается в том, что позволит себе до конца пройти путь, до конца отгоревать, до конца проскорбить, а потом отпустить. Мы никогда не научимся отпускать, если мы не дойдем до конца. Глубокий философский смысл аркана тройки мечей заключается в умении сострадать, умении сопереживать с другим человеком. Только тогда, когда мы научимся проживать свою собственную боль и видеть в ней ценность, и видеть ее не как минус, а как плюс, только тогда мы станем людьми, которые будут более сострадательны, смогут сопереживать с другим человеком. Они не будут равнодушными к боли другого человека, потому что ты прожил сам ее. Очень глубокий философский опыт по тройке мечей. Общение, соревнования, конкуренция. Нам об этом говорит Пятерка Жезлов. И завершает весь наш расклад Аркана Солнца, говорящий о том, о чем нам будет пить дождь. О том, что новый опыт нас ожидает, перерождение, начало нового, чего-то такого позитивного. Причем в нашем сознании после того, как у нас в башне будет разрушение, очищение. Когда мы очистим свой дом, свое тело, свой храм, очистим от ненужного негативного грязи энергетической. И как маленький ребенок по Аркану Солнца войдем в новое. С радостью, с легкостью, то, что говорило, поворот, ваш поворот в жизни, по Жезлов, любопытство. Маленький ребенок, все дети, они любопытные. Они открыты, они любопытные, и они готовы. И это будет только после того, как вы пройдете тройку мечей, каждый в своем сознании. То есть не обязательно, что эта ситуация будет, что вас там обидит, ранит, нет. А вы внутри себя должны дойти до самой конечной точки, после которой, если вы ее действительно проживаете, наступает пустота. А после пустоты наступает тишина. И эта тишина и есть показатель того, что все, я отпустил. И после того, как наступает тишина, всегда эта ночь, самая темная ночь перед рассветом. Потом наступает рассвет. И ты уже смотришь на ту ситуацию в прошлом с благодарностью. Эта благодарность, она не навязанная, она не от головы идет. Она идет от внутреннего состояния, что я благодарен тому, что я прошел. Но к этой благодарности мы приходим только тогда, когда мы прошли вот эти вот все этапы, о которых я рассказала ранее. Когда вы не дойдете до самого дна, если, скорее всего, вы не дойдете до самого дна, если вы не ощутите пустоту в душе, если вы не начнете выть на луну, как черная ночь, самая темная ночь перед рассветом, у вас не придет очищение, у вас потом не придет вот это вот успокоение души, и только после успокоения придет восход. Иначе вы так и будете ходить по кругу и не войдете в это новое. А вам это вот, скорее всего, ваш путь на данный момент. Каждый из вас находится на каком-то своем определенном этапе этого пути, то, что я рассказала. Но однозначно, если вы что-то выцепили для себя, возвращаясь к тому, о чем я говорила ранее в начале расклада, на что у вас была реакция, на какие слова, может быть, где-то вы что-то вспомнили, почувствовали какую-то боль, может быть, кто-то захотел проплакаться. Вот эти вот моменты запишите, пожалуйста. Они вам о чем-то напоминают вашим прошлым. Вот туда, в то прошлое вы должны вернуться и посмотреть, все ли вы там завершили. Все ли закончено. Как можно поставить точку на этом и вот отпустить и пойти далее в новое, в чем я вам и говорила. Получилось как гранд табло. Я с вами прощаюсь. Еще раз благодарю Руслана за идею к сегодняшнему раскладу. Виктора Цоя за его песню. То есть в свое время я почему-то не слушала Цоя, кроме его известной песни, вот эта группа крови, на рукаве другую не слушала. То есть в свое время я слушала Наутилус Помпилус. То есть это было немножко другое направление музыки, которое я слышала. Но в любом случае благодарна. То есть вот еще один показатель того, как я развиваюсь через вас, когда вы мне напоминаете что-то, да, либо говорите о чем-то. И я открываю что-то новое для себя. Я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока.